всем привет с вами кейн добро пожаловать на следующую серию прохождения сноураннера взял я основное задание так как и планировал находимся мы как я говорил северный порт будем проходить основные задачи поскольку большинство но уверен да сейчас доступны на данный момент основные задачи это все равно порту после чего этом откроется и другие задачи но нужно сначала выполнить и здесь взял я тяжелый тягач наш который мы нашли в мичигане поставил я сюда по моему там второй двигатель который то ли на 100 лошадей мощнее то ли на сколько там чуть-чуть мощнее надежнее там чуть-чуть в топливе он по моему вообще никак не торгу не отобразился в характеристике топлива то есть по расходу примерно так же ну а если чуть больше то мы это просто даже не ощутим ну тем более топлива можно всегда подвести а вот для перевозки вот такой вот хрени лишние моща не не бывают лишними плюс будем проходить по грязучки хорошей такой грязучки для этого нам как раз и нужна хорошая проходимость данного вот монстра но хотя в принципе а я оттуда уехал а блин там я проехал конечно тут и надеюсь не съеду никуда карту короче нужно исследовать много таких мест которые я заприметил такие дороги на краю карты которые шум не так клонит то встречаем чними с этим какая красота ли мы выйти ой улучшение то ты шоу а ну-ка а на картин вот скоты ну ладно пометим это улучшение как-то так пометим потом заберу там на карте кстати есть куча таких мест в которых я так подозреваю что есть улучшение давай 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 для этого нам нужно нужно взять будет хаммер поскольку он как вы быстрее пройдет те места и исследуя возможно и найду кстати там же улучшение но это будет ну короче вот одно улучшение мы нашли как раз по маршруту я заеду на хаммере наверно заберу то улучшение и как раз по по пути там то есть про исследую другую дорогу там где возможно тоже что то есть плюс также еще здесь я насколько помню я нашел две машины в северном порту я сомневаюсь что здесь есть еще где то что это запрятанное ну то есть какая то машина который можно вытащить оставить себе но тем не менее я то что она такая блин длинная сильно хреновина короче мне нужно либо больше места ну чтобы радиус больше брать ну клонит клонит перевернется сейчас зараза да еще эти камни долбаные ну в принципе хнет хорошо хороший тягач этот внедорожник ой внедорожник тяжелый тягач этот в классификации что это за дорожка а ну да вот этаж я про это я говорил что там тоже возможно что то есть кстати вот наступает ночь этот мне не очень нравится блин ни хрена потом не будет видно а мы тут подъезжаем к такому месту что я удивился что такому монстру в общем пришлось тяжеловато проходить поэтому я предпринял кое-какие меры на тот случай вдруг мы застрянем с этой хреновиной буровой этой вышка это или как это называется а вот да вот мы сюда и доехали проехал я по тому и по этому пути в общем везде загрузал ну в смысле катерпиллер вот я подогнал я понял что даже ему тяжело проходить по этому маршруту поэтому ну вот и все вот и приехали так и да я так и знал я перегородил просто напросто ладно я попробую еще все-таки лебедочку использовать вот так вот она стоит у меня по моему удлиненная лебедка да вообще хреново хреново проходим в принципе кое-как проползаем проползаем но в принципе катерпиллер стоит рядышком если что он может просто объехать и с той стороны взять на лебедку подмиксировать чуть-чуть с ним то будет немножечко попроще проходимость повыше ну колеса больше не ну ладно проползаем пока проползаем так идет идет хорошо не ну с такой хреновиной проходить этаж вообще бомба да в принципе катерпиллер я подогнал но перестраховаться лучше перестраховаться чем потом оу ни хренови как мы про этот грязь у грузы по самым эти по самым бампер а если я туда доеду то потом туда так попробуем сюда просто хочу ближе к деревьям скотина ооо отлично 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 давай 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 щас перецепим отлично поехали не ну в общем протащили мы тут хрен наверное тяжелая зараза громадина так наворачиваю не понял задачки кстати в принципе неплохие то есть в деньгах и в опыте поехали в деньгах и в опыте в принципе неплохо дают за эти задания но в принципе выполняют это задание то есть тащите такую хрень а кстати рекомендуется для этой задачки как там вездеход ну на тяжелом я тоже в принципе прохожу нормально единственное что вот щас где-то тут короче но это уже не из-за вездехода это да слушай не знаю как в общем ладно попробуем вдруг переедет а ну-ка переедем мы тут хрен ничего нет не переезжаем да вот сходим или переезжаем переезжаем все нормально переехали топливо потратили короче на путь сюда ну в основном это грязи очень слишком много потратили топлива поскольку расход был большой которые подходили маленькую дистанцию проползали поэтому потратили как бы половину но в принципе нам этого хватит для того чтобы выполнить это задание одного бака я я пометил там а ну все мне просто по пути по дороге пометил там улучшение ну модернизацию улучшения поэтому не хочу убирать отметку кстати плохо что здесь нет таких ну чтобы на карте можно было ставить какие-то свои отметки там подписывать их как-то но в общем неважно я все равно сейчас кое-что покажу сделал я скорее всего это за кадром но может быть сниму если найду то сниму там дорога есть короче по ней вряд ли когда-нибудь придется нам ехать но ну если чисто по заданию но я в общем я просто хочу исследовать на хаммере чтобы вдруг там есть модернизация поскольку здесь мне еще там ну больше 5 модернизаций нужно найти по моему сколько я нашел два три короче мне еще по моему надо где-то три или четыре автомобиля тут найти на Аляске поэтому исследовать нужно проходим прекрасно 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 вращиваем вписываемся да вписываемся походу на корабль да да буду грузить это хреновина отлично ну 3300 то есть в деньгах 3600 360 в опыте то есть в принципе нормально принимаем смотрим на карту на карте вот мы оттащили отсюда до вот это вот весь маршрут вот кстати место где есть улучшение вот эта дорога она находится в таком положении ну расположение что вряд ли она когда-нибудь нам понадобится и по ехать по ней ну на тягачей с прицепом то есть с полуприцепом то есть будет не просто просто на грузовичке каком-нибудь может быть с прицепом то есть нормально будет но с полуприцепом вот с таким как мы ехали то есть даже по такой широкой дороге было тяжело а по такой ну то есть хрена с два мы проедем плюс здесь есть еще такой вот съезд который идет вот в этой вышке и скорее всего где-то вот здесь вот есть улучшение я так подозреваю поэтому я хочу это все исследовать дорожку эту если я где-то здесь или здесь найду что-то улучшение я это сниму ну в общем вот так вот продолжаем играть и так как я предполагал здесь все-таки запрятано улучшение на карте вот я вам покажу прям как я и говорил здесь в озере и возможно здесь где-то возле вышки ну в смысле в озере там где вода тут кстати только что я вот проехал такое узкое место там где пройдет только легкая техника типа хаммера недоступна для текущей странно а для чего же недоступна для форт ага понятно в общем в такой вот дыре находится улучшение сейчас если я найду следующую то сниму и следующую идея лежит следующая в общем доехал я до этой вышки решил заснять показать что я сюда приехал и в общем нету здесь ничего только вот есть задание типа утеряние цистерны вот и все то есть сюда ехать не обязательно только там было улучшение где я показывал вот где я сейчас на карте нахожусь итак подбираем это улучшение которое мы нашли для текущего автомобиля ь righteousness итак высокая подвеска отлично вот что находилась здесь на берегу итак нашел следующую задачу выполню как всегда по своему методу взял этот грузовичок блин пока его тащил на сцепке оказывается грузовичок это тащил бы лучше caterpillar чем сам caterpillar ехал так что грузовичок это весьма высокую в потенциале проходимости мне кажется даже слишком высок потому что что-то мне аж не верится чтобы он так подпирал взад и caterpillar подталкивал вот то есть когда caterpillar то есть такой рей на таких колесах не знаю по моему грузовичок это слишком уж имбовый такой в плане проходимости но его никак нельзя ну изменить короче кузов там кузов то есть такое только как есть так и есть все розовичком я думаю проеду здесь а caterpillar вернусь и проеду сюда и потом так же вернусь сюда доедем мы одновременно до хватит меня подталкивать блин а короче грузовичок это вообще имбовый не понял что он едет в другую сторону он что совсем идиот что ли доедем до переправы там кстати я попробую наверно сразу же переправить грузовичок туда через реку потому что ну не знаю там блин как бы дорога идет другую хрязь и заканчивается идет река и как бы там я не вижу я не вижу на карте пути и прохода то есть где и как там чего там проходит не знаю поэтому сейчас попробуем ну давай попробуем пройти грузовичком туда глубоко не глубоко надо то дело в том что это с центра карты получается нужно развести топлива по окраинам и как бы как ни крути тут придется использовать то есть либо две техники либо ну то есть либо одно и то же но возвращаться постоянно сюда сюда ну ну едем поэтому решил взять еще тот грузовичок поскольку его проходимость просто великолепно он ну вот 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 лебедка не на тянут часа толкать будет к терпиллера ай ну это кошмар какой-то вот пока ехал сюда вот порожняком через грязи вот это вот 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 такая вот ситуация была грузовичок толкает просто толкает этот катерпиллера в зад чтобы он ехал это просто что-то неимоверное так отстреливаем отстреливаем отлично правильно ешь здесь да здесь до расход топлива угрозовичка это конечно же колоссальный поскольку мы проехали херню от гаража до сюда расход он потому что и 80 литров где-то уже съели ну короче расходы высокий но зато такая проходимость возможно того стоит но единственное что плохо здесь нельзя как-то расширить бак или такой же минус что нельзя просто куда-нибудь прицепить канистры с бензином ну с топливом он же наверняка на дизеле солярный а проход есть вот просто на карте оно как-то не отображено просто как дорога идет и дорога отхорясь и заканчивается кстати прокачать будет этот понял розовичок лебедочку ему поставить хорошую длинную хотя какая ему лебедка он и так пройдет везде короче да мы здесь проходим без проблем просто на карте вот тут вот дорога вот эта вот заканчивается и начинается река и все ни хрена больше этого нет поэтому я это и засомневался бы на проводе проехать грузовичком ну короче доставлю топлива сюда потом проедусь по этой дороге вот так вот проедусь 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 и доставлю вот сюда тут у меня уже стоит мой грузовик короче для тех может быть кто не видел грузовичок этот я нашел вот он в стоковой такой комплектации вот как есть так и есть колеса только ему поставил у него были грязевые просто я поставил с цепями чтобы на льду не скользило его не вносило двигатель не ставил поскольку он он и так жрет просто кошмар сколько а если поставить еще мощнее то просто крокодила этого не прокормишь надо возить цистерну за этим крокодилом что это такое а задание в общем он преодолевает любые препятствия я в предыдущих видео там где его я его прям нашел я показывал даже на карте где его нашел и прям поехал туда и нашел этот грузовик то есть все тем кому интересно посмотреть предыдущие мои видео я его нашел потому что это имба просто имба ну если что да придется поставить для аляски цепи потому что на льду ну то есть как и все остальное просто скользит просто скользит колесо нет сцепления в суетном месте но так он в общем великолепен но потому что ну дальше я проеду как-нибудь за кадром в общем практически доехал я до пункта назначения грузовичок этот просто долетел то есть по грязи по снегу по всяким непроходимым местам проблем вообще никаких не было его можно также купить магазине но еще раз повторюсь что кроме как вот этой комплектации с кузовом другой нету и не поставить сюда не экран не седло какое-то там высокая низкая никакой любой другой кузов просто же никак не поставить то есть как вот как он есть такой вот он и есть ничего здесь не изменишь и к сожалению здесь нету от магазина прицепов там в магазине прицепов есть цистерна цистерна вот такая уже вот как и это прицеп прицеп вернее цистерна прицеп я не помню сколько нам стоит но в ней 2000 литров топлива и есть же вот такой вот тоже прицеп в нем есть заправить 2000 топлива то есть так же как и в просто в цистерне плюс в нем также есть и еще ремонт по моему 300 а 350 350 запчастей и 6 колес то есть это та же самая двухтонная цистерна плюс еще запчасти если будете возить с собой ну там для какой-нибудь техники или где-нибудь на болотах или что будете брать двухтонную цистерну эту на 2000 литров лучше взять эту те же самые 2000 литров но плюс еще есть шесть колес и есть 350 запчастей то есть для ремонта транспорта в общем это идеальный вариант ну а сейчас возвращаемся к нашему caterpillar итак доехал я на caterpillar с того самого места где я его и оставил в общем доехал без переключений но в принципе грузовичок этот мне понравился гораздо больше то есть с этим caterpillar топлива потратилось гораздо меньше но опять таки же тот грузовичок просто великолепен я его чуть-чуть прокачаю то есть куплю ему лебедку там еще может что-то куплю и и если будут задачки по типу где нужно будет перевести там каких-нибудь одну металлическую балку типа или две как сказать ну груза ячейки груза этих бочек с топливом допустим или еще кирпичей там где он мне нужно будет делать две-три ходки то буду использовать его и возьму тот прицеп с топливом и ремонтом поскольку ну это весьма выгодное предложение поскольку топлива то есть две тысячи литровые плюс еще ремонт то есть зачем брать цистерну когда есть еще такая вот фишка ну и в общем довезу сейчас последнюю итак в общем приближаемся мы вот к базе вот ее видно наше назначение последний уже в общем что я хотел бы сказать то катерпиллер неплох но я в гараже посмотрел на модификации еще цистерны вторая модификация это для крепления для контейнеров для перевозки контейнеров там еще есть для просто цистерна то есть бочка с топливом беда в том что вот так вот ой уровень там нету фаркопа нету фаркопа как и здесь то есть катерпиллер он весьма ограничены в своем таком применении то есть у него нету таких многозадачных функций как у допустим у того же грузовичка вот я не могу ничего сделать не за ну залушить и пересесть и эвакуации то есть нету функции прицепить прицеп то есть вообще ну то есть катерпиллер такой себе не особо прикольный похож на акулью морду но сам катерпиллер такое а грузовичок самый такой замечательный который я нашел просто я говорю возить его с вот таким вот прицепом и он будет просто шикарен в общем спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал оценивайте видео пишите комментарии всем спасибо всем пока